Депутат от Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряк предложил из увеличившихся средств госбюджета компенсировать ущерб, нанесённый аграриям природными катаклизмами. Министр финансов заявил, что компенсации не будет, и посоветовал сельхозпроизводителям страховать возможные риски. Хочу спросить, было бы по-христиански 280 миллионов, которые составляют разницу, отдать аграриям, чтобы компенсировать ущерб? Я бы вышел с советом и к аграриям, и к населению Республики Молдова. Если мы хотим развиваться и идти вперёд, воспользоваться и другим инструментом – инструментом страхования. Давайте будем больше страховать, и тогда, в случае возникновения кризисной ситуации, мы сможем покрыть эти потери и страховки, а чтобы не каждый раз обращаться к госбюджету. В связи с этим, Мудряк напомнил, что, будучи в оппозиции, ПДС требовала компенсации аграриям, не заявкалась о страховании и подкрепляла свои требования приездам сельхозпроизводителей на тракторах в центр Кишинёва. Дальше в ходе обсуждения этого проекта выяснилось, что спасение школ, особенно сельских, от возможного закрытия из-за острого дефицита их бюджета тоже не является приоритетом для нынешнего руководства страны. Уважаемый господин министр, у меня вопрос тоже касается дефицитов бюджета в учебных заведениях, и с этой точки зрения эти дефициты иногда являются причиной того, что местные органы власти вынуждены закрывать учебные заведения. К большому сожалению, скорее всего, такая ситуация ждет учебное заведение в селе Минисовка района Яловены. Что касается покрытия дефицита, в этот период мы попытались покрыть дефицит по зарплатам и по делегированию полномочиям. В остальном, местная публичная власть должна исходить из доходов, которые они получают. Это единственное решение, которое сейчас возможно реализовать. Я очень прошу вас прислушаться к совету. Если не можете сделать что-то хорошее, если не можете помочь простому гражданину, хотя бы не делайте людям плохо. Это очень важно. Подводя итог, депутат Петру Бурдужа отметил, что изменения, предложенные парламентским большинством, достаточно опасны, потому что нагрузка на бюджет приведет к инфляции даже больше, чем прогнозирует Национальный банк Молдовы в 14%. Министр финансов не стал комментировать это заявление депутата Бурдужа.